Всем добрый день! Приветствую всех на юге Англии. Это город Брайтон. И сегодня будет такое видео о недвижимости. Почем квартирки в Англии? Спрашивал один человек в комментарии. Я думаю, что видео актуально будет для многих людей. Вот смотрите, я сейчас нахожусь в части более спальной такой города. Но это самый юг, здесь море рядом. English Channel. Английский канал, пролив. И вот этот достаточно такой добротный дом. Вот именно здесь не выставлено квартир, но в такого же качества доме, в центре, двухкомнатная квартира стоит 173 тысячи фунтов. Помните, что здесь все в фунтах? Сейчас я нашла несколько вариантов. Прямо я вам покажу дома, где выставлены и почем, что стоит. Я подготовилась, сделала целый списочек. Вот в таких домах, конечно, все намного дешевле, но они по качеству хуже. Видите, они более холодные такие, там стены, они тоненькие. В целом, как обстоит дело? Здесь не так, как у нас. У нас покупаешь квартиру, это просто ты получаешь там сертификат на собственность, и это твоя собственность. В Англии не так. В Англии вы покупаете это как бы в аренду. То есть вы покупаете что-то, но вы покупаете это на определенный срок. Максимум – это 99 лет. И вот, например, когда занимаетесь поиском, уже реально работаете с агентом, потому что все здесь оформляется в целом через агентство, через real estate агентство, как они называются. Агентство продажи недвижимости, покупки продажи недвижимости. Они сообщают, что, например, предыдущий владелец купил, например, в 1968 году, 25 декабря, на 99 лет. И вот если вы сейчас покупаете, получается он сколько-то из этих 99 лет собрал, и в 1968 году, в принципе, это заканчивается аренда, и вам надо перепродать до этого времени, или там платится очень крупная сумма. Я не знаю, по-моему, как государству платится отдельно сумма за аренду. И потом, если вы хотите перепродать, вы уже включаете это в цену, и, соответственно, чтобы вернуть эти деньги. В целом, если что-то такое дешевенькое смотреть, это где-то надо готовить, ну, дешевенькое, но такое еще более-менее нормальное, но не в центре. Например, в студию можно вот в районе, там, где яхтовая пристань, да, тоже здесь недалеко. Есть видео с обзором Дубая Марины. Вот там и с видом на яхтовый пристань. Студии вообще достаточно такие симпатичные, они, конечно, небольшие. Студия – это одно большое пространство, это не как однокомнатная квартира, где однокомнатная квартира здесь считается, это спальня с дверью плюс зал. Да, у нас просто зал считается как комната. Но за границей нет, за границей они считают, как бы отдельно должна быть комната для отдыха, да, там, где диван стоит, где они едят, ну, что-то такое. И плюс кухня и спальня. Спальня называется то, что закрывается, что с дверью, да, если там стоит кровать, и там есть дверь, то это спальня. Вот, как-то вот так, если грубо описать. Вот в таких домах, как справа, да, ну, они такого неприглядного вида, ну, здесь все, в принципе, вот такого вида. Вот, это старое такое жилье, но здесь квартиры, сейчас я даже открою свой списочек. Но это товарищи не центр, я говорю еще, но этот район достаточно такой неплохой. Так, потому что здесь это прямо у моря. Значит, смотрите, в таких домах стоит где-то односпальная, где-то стоит студия, вот у меня написано, студия 90 тысяч фунтов в старых домах. Но это, опять же, это, но эта доля, как бы есть вот такое, что берешь в аренду, это называется шарит, как бы, да, ownership. А есть еще фри-холд. Фри-холд – это вот когда покупаете так, как у нас, да, но это очень дорого. То есть ты покупаешь, и это уже твое там, и ты можешь детям по наследству передать и так далее. Ну, или кому-то там подарить, да. То есть это твоя недвижимость, и тебе не надо спрашивать у кого-то разрешения, чтобы с ней совершить операции. При первой части, которая более распространена, это как бы lease-холд, то есть якобы в аренду, собственность в аренду на долгий срок. Вот таких. И вот сейчас там справа более такой английский стиль будет. Там стоит по где-то 90 тысяч фунтов стоит студия. Но это они тоже, такое есть share, ну, как бы доля в фри-холд. Фри-холд – это полностью собственность. Это лучше, но тут же опять же они, там, как купишь. Потому что зачастую они продают, например, 45% только. 45%! То есть кто-то удерживает 55, чтобы он имел приоритет, да. Главный голос – 45% он вам продает. И там уже, ну, как правило, здесь недвижимость всю все сдают. Вот. И вы уже тогда, ну, либо совместное владение, да, если там живут те, и вы тоже живете. Либо если уже аренда, то делится, ну, пропорционально, я думаю, о неделе. То есть выходит, друзья, если вот у вас есть 90 тысяч, да, то варианта два. Либо купить что-то хорошее, ну, такую хорошую студию, там, с видом вот на яхтовую присту Брайтон-Марина в новом доме, она будет стоить 90 тысяч. Но это как лис-холд, то есть это аренда. Либо можно купить фри-холд, но в старом доме, вот типа как вот этот, да, в ту же студию за 90 тысяч. Но это не 100% ваша студия, а это будет там 45% от студии. Но это фри-холд, то есть через 99 лет, если там срок истекает, да, там в аренде нету такого, не надо платить вот этот большой взнос государству. Вот, вот это такая кардинальная разница. Вот, сейчас подойдем там. Впереди был замок, и в том замке была выставлена квартира трехкомнатная несколько недель назад. Значит, она стоила... Большая квартира, конечно, там, ну, такое, соответствующее этому интерьеру, этого замка, ремонт. Так тоже в таком стиле замковом. Ну, красиво, ничего не хочу сказать. Никакого такого пафоса, сверла их тона, все хорошо отделано на фотографиях, качественно. Она, трехкомная квартира там стоила 200 с лишним тысяч фунтов. Но это, опять же, аренда. Вот. Аренда может на какой-то, ну, потому что это достаточно дешево, может на какой-то определенный срок или какие-то там условия не очень хорошие. Вот. Вот в таких домах. Товарищи, вот как здесь, да, или, а, ну, вот как здесь, вот здесь где-то односпальные, если, ну, это спальня с дверью плюс зал, они стоят, сейчас я посмотрю свой списочек, так, таких стоит 110, 110 где-то тысяч фунтов. 110, 120, в зависимости от района, опять же. Чем ближе к центру, тем цена прям, она очень сильно возрастает. И вот я покажу там в самом центре, в общем, Брайтон, там где пристань, не пристань, там где Пьер, то есть, ну, все развлечения такое. Самый-самый центр сердца города. Недалеко от, недалеко от Брайтон Пелос, это достопримечательность дворец, как бы здесь, да, королевский бывший. Так, вот там стоит... Сейчас, секундочку, я тут много выписала. Так. Там стоит... Да, в самом центре, друзья, стоит вот этот замок, и вот здесь вот трехкомнатную квартиру продавали. Ну, наверное, кто-то купил, потому что достаточно дешево, там 250 тысяч фунтов, что-то такое было выставлено. Ну, уже нету явления. Продали. Так. Значит, смотрите. В самом центре стоит 215 тысяч одна спальная, да. Вот, и смотрите. Тут буквально отсюда, вдоль моря до центра, ну, минут 20. Ну, если совсем уже медленно идти, 30 пешком. Вот. Либо автобусы, ну, либо машины, понятно. Тут быстренько можно доехать. А, вот в том доме, вот в этом. Это новый дом. Там продается, товарищи, сейчас студия. Значит, так. Она стоит... Там большая очень студия, но она не без мебели, но отделка есть, все, пол лежит, как бы стены, плинтуса, все есть. Она стоит 125 тысяч фунтов. Вот. И вот это вот, которое... Я говорила, что до 2068 года там аренда как бы оплачена. Ну, аренда здесь платится, по-моему, вот этот лифт холд, это платится... Сейчас я поближе подойду, чтобы вам было видно. Вот, видите? Ну, это прямо у моря. У моря, конечно, приятно. Здесь чистый воздух. Но, когда с моря ветер, или когда тут шторм, это просто такой адский ветер, который пронизывает все, и даже... Ну, и даже хорошего качества дома, они продуваются. Вот смотрите, вот там вот тоже, да, дома. Вот всех домах где-то односпальные стоит 110 тысяч. Студии 90. Так. Вот я проведу сейчас. Здесь, конечно, он... Ну, вот этот дом, он просто новый. Вот здесь вот студия. Другие. 125 тысяч фунтов. Вот реальная цена. Но она большая. И вот здесь, видите, большое такое окно. Там балкон. Все дела. Кухня отдельно как бы сделана. А дальше вот те старые, там будет чуть-чуть подешевле. Вот как-то так. В общем, если подводить итог, то... А, сейчас я вам покажу вот в этих еще домах с колоннами. Там чуть дальше есть такой сквер. Сейчас пройдем еще, будет недалеко. Значит, хорошее с ремонтом, квартира односпальная. Где-то 150 тысяч фунтов. Это если, ну, реально она хорошая. Потому что в основном здесь, ну, хорошее это там окна пластиковые заменены. Потому что если окна, вот они часто здесь много, они говорят, что мы там бережем наследие, какие-то еще, они там такие слова говорят, да. Ну, это просто, я думаю, они жадничают, ну, экономят. Потому что оно все продувается просто. Они просто топят улицу реально. Там щели в этих старых, деревянные. Помните, как у нас были старые деревянные такие дома? В общем, вот в похожих домах, только там в центре, стоит на Реджинси Сквэр 400 тысяч вообще двухкомнатная. Вот. Но это, видите, такой очень добротный дом, реальный. Вот. Ну, это реальный, такой очень добротный дом. Такая старая, качественная еще постройка. Видите, с колоннами. Окна хорошие стоят. Вот так. Такое стоит удовольствие 400 тысяч. Двухспальная квартира, ну, плюс там будет зал, там будет обеденная зона, типа столовой. И с отдельным входом. Это, как правило, на два этажа. Вот, друзья. Ну, что вам здесь гарантировано? Это чистый воздух, море рядом, Лондон в часе езды. Цены на квартиры в Лондоне, они, конечно, просто космические. Ну, в Лондоне, ну, если так, вот, двуспальная квартира в самом центре, это где там, Лондон Бридж, стоит где-то 2,5 миллиона фунтов. Вот так. Поэтому, ну, вот, конечно, сильно переоценен, это все понимают, но спрос есть, и спрос рождает предложение. Все арендуется, арендуется очень дорого, потому что есть спрос, да, приезжают люди зарабатывать. И, соответственно, оно держится, окупается эта недвижимость со временем. При том, что в Дубае недвижимость дешевле. Вот видите, начался дождь, такая чудесная английская погода. А то я все время видео снимаю, когда солнышко, вы думаете, что здесь всегда солнышко. Нет, товарищи. Традиционная такая английская погода, мросящий, очень такой неприятный, надо сказать, потому что он очень мелкий. Вот. Вот такой обзор я сделала, друзья. Надеюсь, вам понравилось, вы получили какое-то такое небольшое представление, что здесь почем. Конечно, на севере Англии цены намного ниже. Ну и, как все говорят, все деньги на юге Англии. Поэтому, если здесь на юге одна студия, да, чтобы снять вот здесь, даже в Брайтоне, где-то вот здесь, это будет где-то тысячу фунтов в месяц какую-то очень такую простую студию снять, то в Лондоне это где-то тысячу полторы, тысячу триста, тысячу полторы в месяц, то на севере вы за 400 фунтов снимете двухкомнатную квартиру, двух-трехкомнатную квартиру. Вот. Ну и цены, соответственно, там тоже ниже, но там и зарплаты ниже, и, ну, все ниже. Вот такая разбежка очень большая, поэтому говорят, что сейчас, ну, вот на юге в связи с кризисом, Брекситом, здесь цены упали на недвижимость, да, сейчас, а на севере, там вот где Ливерпуль, вот эта часть, они и Ноттингем, они и выросли, потому что туда народ потянулся, в принципе, работу там, ну, как-то можно найти, и жилье намного дешевле, а жилье это самая большая растрата. Надеюсь, вам понравилось видео, поставьте лайк, потому что я сейчас иду просто и мокну. Вот, если будут вопросы, пишите, подписывайтесь на канал, следующее видео, что-то еще интересное обязательно расскажу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok